МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реставраторов и заказчика работ в доме Руссова будут судить за повреждение памятника архитектуры. Областная прокуратура передала в суд обвинительный акт. Городская власть дала разрешение частному владельцу пассажа на возведение мансарды. Строительство может повредить памятник архитектуры. Общественники стараются привлечь внимание к варварской стройке объездной дороги, которая затронет и уникальный Куянецкий курорт. Вступительная кампания в Одесском национальном университете имени Мечникова. Изменения в правилах приема, факультеты и специальности. На Косвенной 27 частично обрушилось промышленное здание. Огромные куски ракушечника завалили тротуар и перекрыли проход. Погибших и пострадавших нет. Очередной обвал произошел около 9 часов вечера 27 июня. В мэрии считают, что часть завода обвалилась из-за аварийности здания. Об этом сообщил заместитель директора Департамента городского хозяйства Одесского городского совета Виталий Цуркан. Он рассказал, что владельцы аварийного здания сообщили о том, что он должен восстановить разрушенную стену, привести территорию завода в надлежащий вид и обезопасить людей от возможных дальнейших обвалов. Отметим, рухнула часть крыши и фасадной стены на площади 40 квадратных метров. Ранее здесь был одесский завод кабельной арматуры. Со слов горожан, предприятие функционирует до сих пор. Иногда из промышленных помещений доходят звуки работающего станка. Также на сайте завода публиковано расписание, где указаны часы работы с 9 до 17.00. Чиновники же отмечают, что предприятие уже год как не работает. На место происшествия вызвали спасателей. Они провели работу по демонтажу для предотвращения падения на дорогу и тротуар элементов здания, бетонных конструкций и элементов перекрытия. Отметим, что здание было ветхим и аварийным, и момент обрушения всего лишь дело времени. Предположительно, в данной ситуации роль сыграли проливные дожди, так как перекрытие крыши повреждено, вода стекала на балки и по стенам, вследствие чего и произошел обвал. От дождей обвалился дах в 8 часов вечера. Все камни повылетали на дорогу. Были вчера МЧСники у нас тут. Они там поубирали немножко, поприбирали. В принципе, никто его не ремонтировал уже лет, как говорится, 50. Как отмечают очевидцы, хорошо, что обвал произошел вечером, так как днем у аварийного здания ходят пешеходы, а также паркуют автомобили. В результате инцидента никто не пострадал, демонтировали же за бетонные конструкции 14 спасателей, также было привлечено 5 единиц техники. На данный момент участок обвала огражден аварийной лентой, вернее, был огражден, сейчас она порвана, в некоторых местах кое-где и вовсе затоптана. Здание по-прежнему аварийное и в любой момент может снова обрушиться. Несмотря на это, бесстрашные водители паркуют вблизи своей авто и снуют пешеходы. Коммунальщики убирать последствия обвала не торопятся, наверняка подумывают, зачем делать работу дважды, подождем, пока все развалится, а потом уже и порядок наведем. Владелец здания никаких мер также не предпринимает. Вот уже третий день тротуар завален камнями, деревянными палками и разбитыми стеклами. Так и живем. Реставрация дома Русова оказалась преступной авантюрой. Исполнителей и заказчика работ областная прокуратура обвиняет о вымышленном повреждении памятника архитектуры. Обвинительный акт передан в суд. По сообщению областной прокуратуры, за разрушение памятника архитектуры вместе с заказчиком будут судить трех руководителей предприятий-подрядчиков. Строительные работы привели к разрушению, повреждению или изменению примерно половины общего объема памятника. Повреждено или изменено 30% оформления фасада, в том числе лепнины, скульптур, резьбы, кованых поручней и других элементов первоначальной конструкции. Полностью разрушены композиции и аутентичные декоративные элементы внутреннего пространства, лепной декор, резьба, лестница с мраморными ступенями и металлическими коваными перилами. После помпезного под оркестр открытия от истребированного фасада в декабре 2019 года одесситам пристал уже не прежний дом Русова. Осталась фасадная стена. Лишь частично похожая на известный нескольким поколениям одесситов памятник архитектуры. Эта бутафория стоила городскому бюджету 150 миллионов гривен. Городская голова представляла реставрацию дома Русова как историческую победу своей команды. И когда мы взяли на себя ответственность и восстановили этот дом, это было действительно свято. Действительно была победа. Победа над тем, что мы показали свое отношение к своему городу и к своим памятникам архитектуры. В январе полиция сообщила о подозрении Елене Сердюк, бывшему директору компании «Укоспецпроект», которая занималась реставрацией. По данным следствия, директор вносила в акты приема выполненных строительных работ и справок об их стоимости заведомо неправдивые сведения, в разы завышая их объем. А в завершении всего уже весной у одной из статуй отвалилось лицо, под которым вместо каркаса оказалась пластиковая бутылка. Городской голова обрушил на реставраторов праведный гнев. Несмотря на то, что достопримечательность восстановлена, у нас были и остаются вопросы к подрядчику по качеству работ. Вчерашний вопиющий случай со скульптурой подтверждает правоту мэрии. Естественно, эта ситуация просто так оставлена не будет. Мы сделаем все, чтобы подрядчик за свой счет устранил все недостатки реставрации дома Русова уже в кратчайшие сроки. Гражданин Труханов позабыл упомянуть о своих соратниках, кто выбирал исполнителя работ. За преступную халтуру на бюджетные деньги должна отвечать и мэрия. Одесская мэрия выдала частному владельцу документы на возведение мансарды в здании пассажа. Законные градостроительные условия и ограничения в действительности могут быть разрешением на постепенное уничтожение памятника архитектуры. Владелец пассажа планирует оборудовать мансарду площадью 2500 квадратных метров на чердое со стороны двора. За это обещает сохранить внешний вид здания и укрепить фундамент. Вопрос обсуждался на последнем заседании исполнительного комитета. Городская власть уверяет одесситов в полной безопасности проекта для памятника архитектуры. Наверное, я так понимаю, что обратились в Киев для разрешения. Что касается наших градумов, которые мы дали, то еще раз говорю, что чердачные помещения разрешили приспособить под эксплуатируемое помещение. То есть никакого изменения фасада, внешнего вида, высотности не будет. Только на этих условиях мы написали свои градусловия. Как уже не раз убеждались одесситы, проект и реальное строительство – вещи разные. Масштабные работы на старом здании из окошечника чреваты непредсказуемыми последствиями и вызывают опасения. Городская власть будет что-то делать для того, чтобы этого не произошло. Потому что мы знаем, как без увеличения отметок потом вырастает что-то такое объемное, огромное. Я понимаю, что, вероятнее всего, они прошли согласование в Киеве, в области и так далее. Но это действительно визитная карточка города. И мне кажется, что нам необходимо предпринять все для того, чтобы он остался в том виде, в котором есть, и никак не менялся. Даже внутри двора. Департамент архитектуры и градостроительства считает себя непричастным к возможным последствиям строительных работ на памятнике архитектуры. Мы выдавали градусловия контролировать, как они будут строить в соответствии с выданными градусловиями. Там прописаны высотные отметки, ширина, высота здания. Так ли это, это будет контролировать орган ГОСАШ стройконтроля, у которого есть функции. Потом опять скажем, что это не мы, плохие контролеры и так далее. Вы выдали градумовы для того, чтобы увеличить площадь на 2500 квадратов в ПАСАЖе. Вы считаете, что вы поступили по закону, и городская власть должна была выдать эти градумовы? И мы сейчас говорим о том, что мы снимаем с себя ответственность за то, что там дальше будет происходить? А происходить там может все. Работа во дворе и в подвале ПАСАЖа уже началась. И никто, кроме самих строителей, не знает наверняка, что и как делается, соответствуют ли эти раскопки градостроительным условиям, выданным мэрией. В общем доступе документов нет. Там будет пристроен, надстроен еще один этаж. Потому что если бы он соответствовал там требованиям, то там не нужно было бы и градумовы получать, и какие там разрешения на строительство и так далее. Я абсолютно четко понимаю, что это манипуляция. Град условий нет в открытом доступе. Мы сейчас запросили их в управление архитектурой. Мы увидим, что там будет. Но для меня абсолютно четко и понятно, что мы теряем очередной памятник архитектуры. Причем такого значения изюминка нашего города – это ПАСАЖ. Кроме мэрии, разрешительные документы для работы на памятниках архитектуры должны выдавать другие инстанции. Существование разрешения из Киева – всего лишь предположение вице-мэра. На сегодняшний день, кроме градумов, нет ни одного документа, который бы согласовывал эту реконструкцию. Разрешение на строительство не получено. Разрешение от областного управления памятников архитектуры не получено. Минкульта нет. И Мещеряков сказал, это начальник управления нашего городского управления памятников архитектуры, сказал, что к нему еще никакая документация не заходила. А работы там уже идут не первый день. Ответы на запросы депутата о наличии всех разрешительных документов должны прийти не позднее 5 июля. Практически развалившийся так называемый масонский дом хотят перестроить в бизнес-центр. Руины известного в Одессе так называемого масонского дома, расположенного на улице Княжеской 1А, угол Новосельского, наконец-то заинтересовали частников, которые купили остатки здания. 2 июля на заседании Консультационного совета по охране культурного наследия будут рассматривать проект перестройки здания отделения Императорского российского технического товарищества 1892 года постройки. Проект опубликовал одесский общественник Сергей Сарафанюк. Он предложил обсудить перед заседанием проектное предложение. На визуализации видно, что пропадет часть декора исторического здания. А самое главное, оно станет пятиэтажным. Судя по разрезу, это будет административное здание вроде бизнес-центра. Также стоит отметить, что за остатками здания все еще закреплен статус памятника архитектуры. Но, как показала практика, статус сей мало волнует судей, бизнесменов и городскую власть, уже давно готовую отправить историческое наследие Одессы в аналы истории. Один из немногих пляжей, которые оставили для доступного отдыха общественности, пытаются специально довести до состояния непригодности, чтобы потом и его забрать у горожан. Пляж Чкаловский – один из немногих оставшихся бесплатных пляжей в нашем городе. Чистая вода, хороший песок и места достаточно. Пляж довольно широкий. Вот так лежишь на горячем песочке и наслаждаешься морскими просторами. Никаких шезлонгов, настилов и построек. Но стоит повернуть голову, как тело охватывает дрожь. То, что творится вокруг пляжа и спуск к нему, возмутительно. Антисанитария – полная, повсюду вонь, горы мусора и развалины. Вот так, например, выглядит туалет. Его нет, но запах остался. Хотя, почему бы не воспользоваться и таким помещением за неимением другого? Ведь нужда – это та потребность, которую не приглушишь. Вот так загрязняется все. Ступеньки, не дай бог, отвести в сторону глаза. Можно упасть и покалечиться. Также нет оборудованных мусорных баков. Теперь ко всем этим прелестям добавляется еще и свалка. На улице жара, все эти отходы разлагаются, выделяя токсичные вещества. Скажем так, самые стойкие гости пляжа убирают за собой мусор и уносят на самый верх, преодолевая препятствия, поднимаясь по чудо-лестнице. Или в ближайшие мусорные баки. А это не близко. А не совсем стойкие или невоспитанные оставляют свои отходы на выходе с пляжа. В антисанитарии, которая здесь образовалась, виноваты две стороны – и отдыхающие, и местная власть. Если бы коммунальные предприятия выполняли свои обязанности, а пляжники относились с уважением ко всему окружающему, этого бы не произошло. Хотя есть мысль, что местные власти специально не принимают никаких мер, что пляж быстрее стал непригодным, а затем сдать его в аренду. Мол, пришел спасатель-арендатор и привел в порядок заброшенный пляж. Только тогда одесситы останутся без еще одного объекта доступного бесплатного отдыха. Даже подышать морским воздухом мы здесь больше не сможем, не заплатив сотни гривен. Зато обрадуются толстосумы. Одни будут зарабатывать хорошие деньги на нашем Чкаловском, вторые – оставлять их здесь, наслаждаясь каменными и деревянными помостами, химозными бассейнами, бесконечными пластмассовыми лежаками вкупе с реками алкогольных коктейлей. В Одессе прошел фестиваль «Куяльник СОС». Его участники старались привлечь внимание к намерениям власти строить через знаменитый курорт объездную дорогу. Символично, что фестиваль «Куяльник СОС» состоялся накануне Дня Конституции Украины, в которой помимо обязанностей граждан зафиксированы и наши права, среди которых в разделе 2 статьи 50 каждый имеет право на безопасную среду. И это право закреплено отдельным законом Украины об охране окружающей среды, а конкретно в статье 9. Написал на своей странице Facebook эколог Владислав Болинский. К сожалению, Конституция и законы Украины для наших чиновников часто остаются только бумажными. Поэтому только сила сообщества может заставить их не игнорировать наши права. Строящаяся объездная дорога убьет значительную часть этого уникального места, которое при желании может стать бриллиантом не только Одесской области, но и всей Украины. Но в нашей стране есть страшная традиция, когда чиновников интересуют их временные зиск барыши, а не призрачные, по их мыслям, перспективы для всего общества. Отметим, Куяльник входит в изумрудную сеть Европы. Активист посетил фестиваль, оставил свои подписи под обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг этого заповедного места. Не лишним будет напомнить президенту о ратифицированных Украиной международных экологических конвенциях в рамках интеграции. Общественники требуют, чтобы проект «Большой стройки» не нарушал вышеуказанные конвенции, нарушая тем самым наши права и международные обязательства Украины. Не заставляйте нас лежать под строительной техникой, защищая наши права и будущее для наследников. Фестивалью предшествовал титанический труд организаторов. Они в очередной раз напомнили, что наши права должны защищаться, воспитывать культуру, культуру истинного гражданина, а не избирательного подразделения. Это непросто и тревожно, но без этого у нас не будет цивилизованного будущего. Одесситов просят спасти уникальное полотно – живописью Лейба Перецевича Гольдштейна. Его часть обрушилась с плафона подъезда музея имени Рериха в доме Гольдштейна еще в прошлом году. На реставрацию 120-летнего артефакта культурного наследия необходимо 200 тысяч гривен. Полотно находилось на улице Большой Арнаутской, 47, в музее имени Рериха. Разрушаться начало оно еще в июне прошлого года. Тогда произошла протечка крыши. Вода просочилась через чердак на плафон, ослабила потолок и обвалила штукатурку вместе с половиной рисунка. На данный момент протечка устранена, а сам холст хранится в сухом месте. Для того, чтобы сохранить 120-летнюю единственную в Одессе декоративно-станковую живопись, выполненную на холсте размером 170 на 430 сантиметров, необходимо собрать 200 тысяч гривен. Отметим, спустя год после обрушения артефакт культурного наследия продолжает плесневеть и портиться. Также разбились два декоративных элемента по краям полотна. Холст состоит из двух частей и в дальнем левом углу есть подпись автора – Гольдштейна. Александр Левицкий, основатель-арт-директор проекта «Архитектура Одессы», предлагает меценатам объединиться с Одессой и собрать средства на реконструкцию картины, которой займутся художники-реставраторы. На восстановление уйдет минимум 4 месяца. Только возникает вопрос, почему сохранение артефактов культурного наследия не интересует местное управление и соответствующие департаменты? Почему этим занимаются все, кроме тех, кто должен? Это уже не первый случай, когда горожане собирают средства на сохранение культурного наследия. А если бы местные власти занимались своими обязанностями, то мы бы сейчас не говорили об этом. И протечка крыши не произошла бы, если бы департамент городского хозяйства своевременно выполнял свою работу. Вот такие последствия тянет за собой халатность управленцев. Отметим, на данный момент уже собрано более 46 тысяч гривен. Помочь собрать средства можно по ссылке, которую вы сейчас видите на экране. Ямы, ухабы и лужи, которые не высыхают месяцами. Так выглядит внутридворовой проезд по улице Варнинской. Местные жители ждут, когда же власти города соизволят заглянуть к ним во двор. Это проезд по улице Варнинской между домами номер 16, 16-1, 16-2 и 18, 18-1, 18-2. Назвать это дорогой сложно. Ямы диаметром около метра и глубиной до 10 сантиметров. И таких здесь далеко не одна. Автомобилистам приходится объезжать столь масштабные препятствия, тем самым разрушая бордюры и уничтожая зеленую зону, как, например, на этом участке. По такой дороге ни ходить, ни ездить невозможно. Это практически всю историю вот этих межквартальных проездов. Вот такой вот длится, вот чистый ужас по-одесски так. Состояние, вы сами видите, дороги очень неровные. Нуждаются, наверное, в ремонте. Причем в таком капитальном, потому что ремонтируют только дороги. А вот то, что, кстати, междворовых дорог, то на них вообще никто не обращает внимания. И тут очень тяжело ходить, и даже люди зимой тут падают. Пожилые, инвалиды. Поэтому проехать всем обратить внимание именно на вот междворовые дороги. Дороги ужасные. Ну, собственно, это не дороги. Это тут еще как-то в городе можно. А тут просто направление, а не дороги. Разве можно быть дороги такие, выбоенные все? Как считают местные жители, одна из причин такого состояния межквартального проезда – супермаркет. Грузовые автомобили регулярно привозят туда товары, тем самым уничтожают дворовой проезд. Также многие водители объезжают пробку, которая очень часто образовывается по улице Инглези, по этой междворовой дороге. Было ничего, но вот копейка. Они зарабатывают деньги, портят нам дороги, а мы мучаемся. Вот и все, что я могу сказать. Дороги плохие, машины грузовые едут, все разбивают. А дороги недавно делали, несколько лет назад. Так обстоят дела на этом участке уже много лет, и состояние с каждым годом становится все хуже. Местная власть никакого внимания данной проблеме не уделяет. И, к сожалению, такая ситуация с межквартальными проездами чуть ли не в каждом одесском дворе. Как и когда местная власть планирует навести порядок в городе – неизвестно. Известно только то, что если так пойдет и дальше, лучше уже не будет. Старейшее высшее учебное заведение города – Одесский национальный университет имени Мечникова – остается одним из наиболее престижных в стране. В этом году вступительная кампания проводится по обновленным правилам. Классическое высшее учебное заведение Одесский национальный университет имени Мечникова предлагает обучение на 11 факультетах, где готовят специалистов по более чем 40 программам. Количество и направлений специализации постоянно увеличивается. Кроме факультетов, дающих высшее образование, работает колледж на базе 9 классов по 4 специальностям. Социальная работа, прикладная математика, финансы, банковское отделы страхования и бухгалтерский учет. После колледжа можно продолжить обучение в университете. Особливости вступной кампании этого года – это 5 заяв от одного абитуриента, которые принимают участие на местах за государственным замовлением. Кількость заяв для вступа за кошти физических и юридических людей в этом году также обмежена, но и обмежена 30 заявами. Ну, достаточно много, как говорят. Что касается этих 5 заяв на местах за государственным замовлением, то я хочу обратить внимание на то, что абитуриент при вступе должен визначитесь с пріоритетом, расставить так звані пріоритети від одного до п'яти. Одинница – це найвищий пріоритет туди, куди дитина хоче вступати перш за все, де хоче бути дійсно студентами в той заклад освіти і саме на ту спеціальність. І що стосується формування заявок, то при формуванні заяв абитуриент обирає одну з двох позицій. Перша позиція – це приймаю участь у конкурсі на місця за держзамовленням або за кошти физичних та юридичних осіб. Ну, і друга позиція – тільки за кошти фізичних та юридичних осіб. Поступити на бюджет було сложно всегда. Єсть ограничения і сейчас. Конкурсний бал повинен бути не меньше, ніж 125 балів. Що стосується окремих спеціальностей – це спеціальність міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, міжнародні економічні відносини, спеціальність право. На ці три спеціальності конкурсний бал повинен бути не меньше, ніж 140, не тільки на місця держзамовлення, але й за контрактом. І ще одне обмеження – це факультет хімії та фармації, спеціальність фармація. Тут обмеження 130 балів для подання заяв. Для отдельних категорій сохраняются льготні условия поступлення, ознакомитися з которими можна прийомні комісії. С абітурієнтами із неподконтрольних територій по-прежнему работають образовательні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна». Цього року вже створені нові умови вступу. Вони дещо полегшують ті моменти або покращують ті моменти, які були недопрацьовані минулими роками. І ми вже маємо можливість, якщо абітурієнт звертається до нас під час вступу, протягом трьох днів, створити всі умови для того, щоб абітурієнт склав вступні іспити у нас і в школі. І якщо має таку можливість і бажання, то поїхати додому вже відчуваючи себе гарантовано студентом. Поступлення зависять прежде всього від уровня підготовки абітурієнта. По цьому поводу є різні мнення. Кому-то студентам, які були 20 років, нравяться більше. Кому-то студентам, які знаходяться на сьогоднішній день, в качестві підготовки нравяться ще більше. Я, як преподаватель, який читаю і роботаю з студентами 28 років, я нахожу общий язык з любой аудиторією, і у мене підготовка устрається студентів на сьогоднішній день. Я не жалуюсь. Прийомна комісія Одесського національного университету ім. Мешникова работает в гуманітарному корпусі по адресу Французький бульвар 26 с 9 до 5 с понедельника по пятницу, в субботу с 9 до 2. На территории Одесского ботанического сада зацвели розы. Неимоверную красоту запечатлели його сотрудники. Огромные цветки нежних оттенков от насыщенно-бордового до кремово-расцветного сегодня можно увидеть в знаменитом Одесском ботаническом саду, что на Французьком бульваре. Напомним, сад создан на территории Одесского университета в 1867 году и он является старейшим парком города. Сюда завезли тысячи видов растений, которые изучают студенты-биологи. Ежегодно ботсад посещает более 10 тысяч гостей. На днях статус сада изменился. Его территорию внесли в природно-заповедный фонд Украины. Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. А нам остается пожелать вам отличного настроения, оптимизма и только хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире.